Привет, ребята, с вами Андрей. Продолжаем. Всех рад видеть. Так, мы с вами идем к нашим приключенцам, в общем, к толпе. Кого-то мы там спасли. Поговорим. У нас остался только сюжет. Ну, то, что я вижу на карте. Можно еще, конечно, поиграть вот в эти типа шашечки, но я пока не хочу по поводу этого дела заморачиваться. Обязательно в какой-нибудь серии мы за этим делом заморочимся, но это будет намного позже. Так, давайте поговорим с нашими командирами. Смотрите, уже довольно-таки их здесь много. Сидят, бухают, да. Ну-ка, что нам расскажут? Простите, я хотел спросить вас о Брэддеке. Вы явно хорошо его знали. Когда-то Эдвард был одним из нас, и я считал его близким другом. Он был храбрый, смел, как редко кто бывает. Но все изменилось после Берген-Обзома. Французы захватили крепость. Нам пришлось эвакуироваться. В порту был спрятан ялик, на котором мы должны были бежать. У пристани какой-то юноша стал умолять спасти его семью. Я согласился. Но Эдвард отказал. Юноша назвал его трусом. И Эдвард убил их всех. Даже детей. Я и теперь не знаю. Впервые он убивал так. Или я просто не замечал раньше. Так или иначе, все изменилось. Мы еще воевали бок о бок, но всякий новый поход был страшнее предыдущего. Он убивал много врагов, союзников, солдат и простых людей, виновных, невиновных. Неважно. Он убивал всех, кого считал помехой. Повторял, что жестокость всегда эффективнее прочих средств. Этот его девиз разбил мне сердце. Я не представлял. Он хорошо это прячет. И запугивает тех, перед кем обнаруживает себя. Те, кто упорствует, обычно долго не живут. Его надо остановить. Да, вы правы. Но я лелею глупую надежду, что он может еще одуматься. Я знаю, знаю. Глупо верить, что тот, у кого руки по локоть в крови, может измениться. Зря я об этом заговорил. Простите, не хотел вас огорчить. Сдор. Мы теперь братья. Между нами не место секретом. Отлично, друзья. Как он нас любит Кенуи поболтать, да. Ну, это новая фишечка в игре. Раньше таких разговоров длинных не было. Но, в принципе, он рассказал все то же самое, что и было в описании в Камбрэдер. Да. В общем, вот такой вот он. Каратель. Но я думаю, мы с ним еще встретимся. Надеюсь, вы с генералом сумеете все уладить. Надеюсь, что сумеем. Не стану вас задерживать. У вас наверняка много дел. Да. У нас много дел. Смотрите, и точка исчезла. Ну что ж, прекрасно. Продолжаем. Впереди у нас задание проникновения в Саутгейт. Начинаем. Господа. Кажется, я нашел решение нашей проблемы. Точнее, Одиссей нашел. Ади кто? Новый знакомый? Греческий герой, болван. Позвольте объяснить. Мы пройдем форт Сайлоса, притворившись с друзьями. Проникнув внутрь, мы освободим пленников и убьем Сайлоса. Хе-хе-хе-хе. Хитроумно. Я за. Так. Тогда начнем. Сперва надо найти подходящий обоз. Подходящий обоз. Абос скоро будет здесь. Атакуем по сигналу. Все ясно, сэр. Если все рассчитаем, сможем застать их врасплох. Покупайте самых лучших чистокровных скакунов Патни. Имя и репутация. Граждане залива Мазачуски. Так. Нападите на караван. Ух ты. Нажмите ЧТБ, чтобы подобрать оружие. Понятно. Забираем. А на любой караван нападать или как? Что-то их там многое. О-о-о, нападите мне караван. Ничего себе. Ну давайте, стреляем. Так, понеслась. Ой-ой-ой-ой. Да, слушайте. Ой, да меня что-то застрелит. На, держи. Отлично. Атакуем. Так. Опа. Да, маленечко я уже с механикой драк разобрался. Это круто, друзья. Это очень круто. Опа. Защита, атака. Так. Чарльз, вы и Уильям в авангарде. Не подпускайте никого. А я что? Вы с Джоном следуете за нами поодали. Будьте начеку. Я дам знак, когда вы понадобитесь. Внимание! Мы пришли помочь всем, кого держат в форте Саутгей. Развяжи. Только в форте. Иначе у ворот что-нибудь заподозрят. Тебя не тронут. Даю слово. Нашему слову можешь поверить. Видишь, как разобрались-то. Легко. Ты знаешь что-нибудь о лагере Сайлоса? Сколько у него там людей? Есть укрепления? Базда на храни мыслей. Франко-Индийская война. Если послал за тобой целый отряд. Так, пока нас не очень неразговорчиво, давайте сразу прочитаем, что за индийская война. Франко-Дата 1754-63 года. Одна из многих войн в давнем противостоянии Британии и Франции. То есть, это ты можешь назвать этого противостоянием. А как по мне, так это интеллектуальное состязание с явно безоружным противником. Драка была ни много ни мало за звание крупнейшей колониальной державы. Конечно, воевали они не только друг с другом. В конфликт были вовлечены многие племена, североамериканских и индейцев. Отсюда и название Франко-Индийская война. Война началась между колониями, но затем захлестнула Европу, где была известна как Семилетняя. Не дожидаясь твоего комментария, скажу, что продолжалась она 9 лет. Но официально была объявлена лишь в 1756 году. Молодец, что заметил мистер математика. Держу пари, тебя обожали в школе. Реальные боевые действия имел честь начать Джордж Вашингтон, подчиняясь приказу, конечно. Он должен был зажить форт на спорной территории. По пути туда он столкнулся с французским патрулем. Вашингтон атаковал, французы не замедлили отреагировать, а англичане в ответ отправили в бой два полных регулярных полка. Так все началось. Англичане проиграли эту войну до 1758 года, пока у них не появился новый премьер-министр, который сделал финансирование военных действий первоочередной задачи. Не исключено, излишне не любив французам, может, он когда-то отправился в Круасан, а, отравился Круасаном. Благодаря этой поддержке англичане вместе с союзниками индейцами и колонистами и ополченцами начали медленно, но верно захватывать землю. Так французы были вытеснены практически со всей территории к северу от Карибского моря. К этому событию у нас в Британии приурочен праздник под названием «Каждый день круглый год». Итак, англичане победили, но оказалось по ушу в военных долгах. Они пытались выплатить их, облагая налогом колонии, которые защищали от Франции. А уж французы быстро выучили всех лук и говорили «Да, месье» и «Нет, месье». Колонисты были против, что привело к протестам, а затем и беспорядкам, вылевшимся в американскую революцию. Не стоит благодарности, месье. Да, Шон, конечно, шутит. Это прикольно. Сделать, что шутки добавили вот в эти все записи, это, конечно, продолжаем. Сэр, впереди противник. Мы атакуем? Нет, пусть Джонатан и Томас все устроят. Как скажете. Так, ну что ж, прикольно. Жаль, хотя я вполне понимаю твою осторожность. Как знаешь. Опа, молодцы. Слушайте, ассасины-то какие? О, видите, куда были? За дом спрятались. Прикольно сделано, прикольно. Так, ладно. Давайте посмотрим на карту, где это мы вообще... А, так тут мы вообще не были. Ага, в самый низ идем, вот сюда вот там. Поделитесь, форт незамеченным. Стой, кто идет, назовите. Где лейтенант Джонс? Что все это значит? Так, нажмите ЛБ, чтобы атаковать до того, как вас обнаружили. Атакуем! Воу! Красиво. Оскар, привет! Чего ты рано? А я живу не в МСК, если ты в курсе. У меня уже 12 часов дня доходит. Поэтому в самый раз. Черт, вы, псы. Эй, дитя, я должен осмотреть твой груз. Ну, иди сюда, смотри. Не подпускайте! Ой! Собачку-то за что? Собачку за что? Животные. Ну, а что такие вопросы тогда? Какие ко мне вопросы, если я живу не в той вашей области? Ага. Свешатинка, да? Дай-ка взгляну до того, как Сайлос ее использует. Бою! Бою! Конечно. О, меня обнаружили. А, нет. Одно слово, и я перебью всех. Ты что, новенький? Чей взвод? Чей взвод. Сейчас узнаешь, чей взвод. К бою! Собачкуем! Передавай привет костлявой! Ну, еще-то какая-то армия совсем слабая. Молодцы наши. Все чисто! Так, дополнительных заданий нету. Возможно, позже появится. Стой! Здравствуйте! Что у вас тут? Подарок для Сайлоса. Езжайте! Индейцев решили подарить. Да. Видишь, я тебя отпускаю, как обещал. Если ты теперь меня... Оставьте ее. Но она нас выдаст! Нет, не выдаст. Что теперь? Не попасться и спасти пленников. А Сайлос. Убить. Убить. Будете готовы, дайте знак. Так, найдите и убейте генерала, совершите последовательные скрытные... Так, комиссия быстро убирается. Скрытное убийство из-за угла. Выполнено убийство от 0 из 3. База данных анимуса Бостонский перерешек. Так, ну-ка, что за перерешек или что перерешек? А, перерешек. Вот, наверное, правильно будет так. В 18 веке попасть в Бостон по суше можно было только по узкой полоске земли, называемой бостонским перерешейком. Нам бывает, встречаются фразы вроде сердца Африки и бело на Европу, а у Бостона вот словно есть шея. Ну, перерешеек. На всем перерешейке были возведены укрепления, чтобы защищать город от нападения с суши, что-то вроде тяжелого ожерелья или чудесного воротника. Когда в 1775 году началась осада Бостона, губернатор Гейдж приказал расширить и укрепить эти фактификации. Они стали известны как линии Гейджа. Начиная с 19 века к перерешейку добавлялась земля. Так, это точно 19 век, да, если в принципе символы населем? Если это не так, то поправьте, обязательно. Чтобы расширить его и дать горку мест для роста и, вероятно, облегчить поезд и въезд с полуострова. Ведь нападение с суши Бостону больше не пройдет. Привет, геймпортал. Так, из-за угла, как это сделать? Вот наши точки. Так, секундочку. Да, найдите, убейте генерала. Да, нам нужно как-то из-за угла... Тихо, 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 тихо. А тут, я так понимаю, можно спрятаться, да? Нет, не можем. Так, ладно. В общем, короче, надо действовать спорта. Офицеры весьма умилые враги. Они гораздо лучше ведут расследование и лучше сражаются. Старайся. Старайся обнаружить. Ага. А, так. Например, сюда. Ага, ясно. Так. А как вот здесь пройти не замечено? Так, кустики, кустики. Как-нибудь нагнуться можно в игре? Ну, нет, такой нагнуться. Так, идем потихонечку. Не привлекаем внимание. Кто у нас? О чем вы говорите? О пленниках. Кто они? Пленники? Интересно. Заметят, если здесь пройдем пешком. Те, кого вы схватите, в форте их нет. Если вы были, мы о них не говорим. Так, тихо, аккуратненько. Аккуратненько. Вот этого... А, из-за угла надо убийств совершить нам, да? Да. Из-за угла. А как понять из-за угла, как это сделать? А, вот так вот, да? Ага. Так, ну и, короче, и атакать. Так, погодите. Тогда надо где-то встать. Так, чтобы из-за угла было дело. О. Иди сюда. Сюда иди. Иди, иди сюда. Иди сюда. Да, сейчас он к нам попадет. Как здоровье? Нормально здоровье? Все хорошо? Опа! Отлично. Так, это считается из-за угла? Да, это, друзья, из-за угла считается. Прекрасно. Прекрасно. Все хорошо со здоровьем, как сам. Так, освобождаем пленников. Освободить. Неплохо. Так, дальше. О, по-моему, меня засекли. Нет. Нет, не засекли. Так, следующая точка буквально здесь. Недалеко. Так, вот на нас тот тип целится. Мне-то не нравится. Да, по-моему, его надо будет убить из-за угла. Так. Давай-давай-давай-давай. Хайдем быстрее, 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 быстрее. А, так. Так. Вот. Вот есть угол. Пойдет сюда? Нет назад? Да, пойдет. Пойдет, пойдет, пойдет. На, держи. Так, неплохо. Ага, второе убийство есть. Отлично. Нормально? Ну, молодец. Молодец. Тогда нормально, это потрясающе. Так, еще нам надо совершить убийство из-за угла. Где у нас кто-нибудь... ...ходит? Да, вон, кстати. О, нам на корабль нужно пробраться. А, тут два типа сидят. Не, ну двоих-то мы не убьем. А вот этого, возможно, да, сможем. Если он, конечно, сюда подойдет. А если я пойду поближе к кораблю, меня атакуют, да, наверное? А здесь меня эти типы увидят. Так, давайте его подождем. Я думаю, может быть, он сюда вернется. Интересное задание. Так, он меня видит. Видит меня. Иди сюда. Так, нет, сапсицу подальше отойдем. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Молодец, молодец. Какой хороший. Игра нас обучает механике. На, держи. Отлично. Так, ну, в принципе, все довольно-таки стабильно. Так, заберем у него пули или что там есть. Так, больше восьми пуль, кстати, я заметил, что нельзя. Так, теперь нам нужно как-то генерала убить так, чтобы не привлекать внимания. Ну, как это сделать там кругом? О, Хэйтам же у нас плавать умеет. Хэйн ойд. Да, умеет. Вау, корабли кругом. Отлично. Красиво, как сделано. Смотрите, я помню такие вот задания на кораблях. Раньше по Assassin's Creed, там в Razor Hood. В Revelation довольно-таки были тяжелые. Не всегда их получалось выполнять с первого раза. Так, забираемся. А, нам нужно еще пленников освободить. Так, ясно. А как я их здесь освобожу? Тут же кругом все ходят. Так. А, вот один здесь. Пойди сюда. Подойдет сюда, нет? Да, подойдет. Отлично. Так, надеюсь, нас там кто-то не запалит. Иди сюда, поплавай. Один готов. Так, кто еще на корабле? Еще один на корабле, вон там он. Так, и тут, короче, возле пленников. Так, тихо, 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 тихо. Куда пополз? Куда пошел? Андрей, ты плавать умеешь? Конечно, умею. Я за город плавал в свое время, когда учился. Да, е-мое, никак с управлением. Не, да, управление. А, то есть надо спрыгнуть, да? Ясно. Короче, я понял, я что-то думаю. Почему я не умею? Что сделать, да? В бассейн немного плавал, тренировался в свое время. Вот, но потом что-то как-то работа, пила все дело. А, здесь двое, нет, двоих давно мы еще выносить не имеем. У нас нож один. Так, ладно, тогда аккуратненько надо вот этого увидеть. Ну, как это сделать? Так, чтобы незаметно. Он, в принципе, задом ходит. А, так, стоп, стоп, аккуратнее. Так, да, видит, видит, видит. Может, как-нибудь из-за угла? Ну-ка, 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 ну-ка. Нет, не получается, из-за угла. Так, сейчас отойдет в ту сторону, я попробую подойти и атаковать. Главное, чтобы не поднял кипиш. На, держи. Отлично. Какие места занимал? Ну, из ста человек занимал двадцатку ходил. Неужели нельзя хоть час вести себя тихо? Нет, стоило мне прилечь, как вы тут же устроили здесь бедлам. Я требую объяснений и убедительных объяснений. Так, что здесь происходит? Кто выпустил мой драгоценный товар? Безобразие! Я выясню, чих это рук дело и полетят головы. Но сперва, сперва разберемся с этим. Закрыть ворота. Те, кто попробует уйти, убить. Плевать наших или этих. Убейте любого, кто бросится к воротам. Вам все ясно? Какой ж жесткий генерал-то, а? Смотри. Ну, в парыке будет конец. Атакуйся! Не получите урона от стрелковой цели. А как мне? Так, когда стрелковая цель готовится открыть огонь, нажмите А, чтобы использовать в жизни врага, как злой щит. Жит. Щит, наверное. А почему? Как сразу же меня атаковали, я ничего не успел сделать. И миссия провалена дополнительно. Да, ну ладно. На, держи. Опа! Ну что ж, атакуем в открытый урон. Опа! На, держи. Так, я маленько повоюю здесь. Все дела, потренируюсь. Я понимаю, что мне нужно вон-вон бежать на точку туда. Но я пока повоюю и помогу. На, держи. Да, странно, миссия началась, и сразу же дополнительно задание провал. Я даже делать не успел. Ну, здесь задано, держи. Так, ну, в принципе, механика ясна. Так, надо просто не забывать вот эти атаки отражать. Вот, вот так вот это делать. Ох, как классно. Не знаю, держи. Так, ну что ж, вперед. Наш, это цель генерал. Вот поэтому смысла, я думаю, здесь разборки на войти нету. Вперед за генералом. Мне уже... Иди сюда, куда побежал. Иди сюда, генералюшка. Опа, а не так-то просто, как хотелось бы. Вот такая вот она месть. А теперь что? Подождем. Полагаю, не очень долго. Понятное дело. Часть вторая завершена. Так, начать задание еще раз. И до сих пор полностью синхронизация. Да, обязательно мы этим как-нибудь займемся. У нас уже три задания нужно будет переиграть. Ты держишься клинком? Ну, разумеется. Синхронизация завершена. Часть 2. Ух ты. Ой, и на этом вторая часть у нас, друзья, все. Прекрасно. Прошло несколько недель с тех пор, как мы освободили Магавков. Я надеялся, что их вождь пришлет к нам своего гонца. Но увы. Мои люди скучают. Они хотят знать, что дальше. А у меня нет ответа. Только Лине сдается, как немалые шансы. Бродит по улицам, по окрестным лесам. Надеясь встретить кого-нибудь из тех, кого мы спасли. В ту ночь там была женщина. Это она увела других пленников. Думаю, найдя ее, я найду и ответ. Так что, я жду. Надеюсь, что скоро начнется настоящее дело. Вау, какие красоты. Бостон, часть третья, 1755 год. Зима, друзья, зима. Супер, просто супер. Зимние миссии потрясающие. Да, сейчас откроются, возможно, дополнительные миссии на карте. Давайте смотреть. Ну, зимние миссии, они... Иди сюда, дружочек. Они всегда хороши. Они всегда в любых играх. Они просто суперски выглядят. У тебя же есть меч. Зачем ты держишься клинком? А потому что мне так нравится. Мне так нравится. Привет, да. Продвигайся. Соединяйся к стриму. Смотрим на карту. Что-нибудь новенького появилось. Да, друзья, появился сундук-сокровище. Давайте быстрее переместимся, его заберем. Сейчас бегаем, потом бегаем. Франклин, может, он нам еще что-нибудь расскажет. Вау, красотенькая. Так, сундук-сундук-сундук-сундук за булточку поставить. А, и здесь у нас фронтир какой-то еще. Доверим, что это такое вообще. Ну что ж, замечательно, да. Третью часть продолжим по сюжету дальше. Клинок мне нравится. Зачем мне переключаться на меч? Ну, будет время, переключусь как-нибудь и на меч. Так, а меня здесь атакуют, если увидят? Нет, смотрите, тишина и покой. Можно в повозочках ездить, серьезно? Вау, вот это что-то новенькое. Такого мы раньше с вами не видели. Так, ладно, хорошо. Не бойся. Кругом здесь, короче, замерзают солдаты, да? Да, ну мы заберем с вами сундучок. Там по-любому у нас денежка. Да, вскрывать замки довольно в этой игре тяжело. Так, ладно. Я уже заметил. И так все легко бывает. Может, конечно, потом навыки прокачки какие будут в дальнейшем. Позламываю замков, но... Найти эту точку. Приходится левым стиком раскрутить, потом крутить правым стиком. Да, я не понял. Что за... Чуть-чуть стик приотпустил, все, и все заново. А тут есть прокачка оружия? Вопрос, блин, плавает. Не знаю, не знаю, да. Сам играю первый раз. Слепое мое прохождение. Без понятия. Посмотрим в дальнейшем, разберемся. Может, что-нибудь да и есть. Да как так-то? Почему он каждый раз сбрасывает? Вроде держу стик, не отпуская, потом пытаюсь... Вторым это... Да, отвечай на. Да, слушайте, в игре действительно Юрий вдруг проходил. Который гром говорит, злам и не замков, Андрей, здесь геморройное дело. Да, действительно, геморройное. Я бы мог было это подтвердить. Так, отлично. Где-то сверху, вот здесь вот, эта точка. Чуть-чуть миллиметр стик маленько в сторону, отвернул, и все, и заново. Да, в Deus Ex взлом повлекательнее. Так. Да, чуть-чуть, только-только, да буквально не то, что миллиметр. Маленькая рука дернулась, и все, два стика в одну сторону, и найти эту точку. Это жесть. Я даже сейчас стик не отпускал. Почему произошло это дело, я не понимаю. Так, где-то с этой стороны. Да что ты творишь-то, блин? А как геймпад взять в руки так, чтобы он не скидывался? Да, слушайте, ну это футил полный. Давай-давай-давай-давай, взломай мне его. Есть. Это просто жесть. Так, обыщите сундуки в южной части города, один из двух. Один из двух нашли. Что нам дали, что-то я... А, денежку. Да, ну это просто вообще геморрой. Это геморрой, друзья. Так, тут что-то есть еще. Фронтир какой-то. Вы будете перемешать в указанное место. Нет, спасибо. Я хочу сам пробежаться. Еще где-то второй есть сундук. Так, я понимаю, что сейчас этим не обязательно заниматься, но я хочу проверить. Пипец, да, взломывание сундуков здесь, конечно, да. Очень тяжелое. Приходится как-нибудь так геймпад в руки брать, непонятно как, короче. Одним левым стиком, потом на РТ еще приходится нажимать резко два раза. А, вы выбрали место на назначении фронтира поместиться. Даже еще не знаю, где он бомбил. Так, а что за фронтир? Давайте мы глянем. Что за фронтир? То есть новое место на карте, что ли, какой-то открылось? Вы вошли в охотничьи угодья шотландские равнины. Опа. Шотландские равнины. Походу, я рановато, наверное, сюда пришел, да? Да, смотрите, ух ты, это у нас карта с открытым. Да, фронтир. А здесь у нас Бостон, да? Да, не, наверное, я пришел сюда, друзья, пока рановато. Да, это открытый мир. Так, пока нет, пока нет. Походим назад. В общем, ясно, это выход с территории. Как мне подсказали, здесь у нас, по-моему, три города в игре или сколько? Ну, посмотрим. Думаю, если меня не затроллили и не обманули. Так, ну, что дальше? Что дальше, что дальше, что дальше? Ну, а, дальше давайте сбегаем сюда. Может быть, что-нибудь нам Франклин новенькое расскажет. Ну, и для этого, друзья, кто смотрит записи, будем завершать. Увидимся уже в следующей сюжетной серии. Так. Погодите, где ты? Дочка пропала. Ну, а, вот она. Активная беседа. Извините, я не хотел. Вот, потому что прошло время, да? Как мы знаем, Франклин у нас любит поговорить. Ну, в общем, такие дела. Пойдем ты посмотрим, может, нам что-нибудь новое расскажет. Может, оружие появилось какое-нибудь новенькое. Ну-ка, 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 ну-ка. Так, обычная сабля, французская рапира. Ух ты. У нас с вами 4000, но смотрите, стоит 3900. Вот, сабля легкая кавалерия. Да уж, основная часть французской рапиры, тонкой лезвии, клинка с очень носовым кончиком. Гарда рапиры всегда очень красиво оформлялась и, кроме того, отменно защищала руку владельца, поскольку края лезвия не слишком доостряны. Лучшая тактика введения боя с французской рапирами нанесения точечных коллющих ударов. Так, ладно, будем попозже это изучать, когда будем покупать. Огнестрельное оружие есть что-нибудь новое? Нет, пока не стилетик. Потребляемые предметы. Патроны, 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 патроны. Дымовые бомбы. Вообще-то нам надо дымовыми бомбами пользоваться, да? Мы же ими немало пользуемся. Пока сколько штучек можно нам купить? А как приобретать? Там плюс-минус написано. А правый стик? Ну, у нас максимум, походу, 3 из 3, да? Да, 3 из 3 больше нельзя. Ладненько, друзья, кто смотрит записи, на этом все. Спасибо вам громаднейшее. Не забывать про купон 3. В следующей серии с вами пойдем смотреть, что здесь произошло. Смотрю, дополнительных заданий новых нет. Но вот что-то только с фронтиром непонятно. Ну, ладно, разберемся. Оставайтесь на канале, скоро с вами увидимся. Всем до встречи. Пока-пока.